Песня 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 И все самые кои думали сказать нечто дельное, сказали ложь. Ибо Господь не говорил, я разорю церковь, но разорите, не сказал при том церковь рукотворную, а просто церковь. Архиерей восстав, вопрошал Иисуса в намерении побудить Его к ответу, а ответ обратить в обвинение. Но Христос молчал, зная, что не будут внимать словам Его. Участвуйте активно. Кто испытал этого? Евангелие живо и действует. Нет, нет, не бери. То есть оно живо и уловно за 2000 лет. И действует на каждую душу сегодня. У нас как? Это история, был суд, вот так же, как мы сидим. Это вот первый священник, это вчерашний первый священник. И искали свидетельство. И приходили похожие, говорили. Ну, не точно. А не точно, это значит, совершенная ложь. Ты сам в жизни попадал в эту молотилку на место Христа? Или так, просидел, не трожь ты меня, я никого не трону. А тронешь, не рад будешь. Живо. Если оно живо, покажи, где оно живет сегодня. Вот этот допрос и прочее. Ну, как-то коснитесь истории страны, своей семьи. Сидет, как вареная. Ну, участвует конкретно. Я знаю, вот такое-то приходилось видеть. То в нас должны быть существования, которые во Христе Иисусе. Где они у нас? Маленькое слово, замечание сделали. О-о-о. Неправильно там подумали. Я доказывать буду. Ничего не доказывают. Сама жизнь доказала это. Вот сейчас бы были эти первые священники, и мы бы увидели, какие они борода нетронутые. Посты два раза в неделю постятся. Ну, замечательные люди. И нет их нигде. И мы бы их стали спрашивать, это вы говорили так? Да, говорили. Ну и как? Да кивей сегодня говорят, что прайм его распяли. Они сегодня это говорят. Кто такой Иисус? Это сын проститутки. Вот другого слова у них нет. Его имя не произносятся. А тот, который был распятый при Понтии Пилате, имя Иисуса даже не упоминать нельзя. Это грех. А от кого-то принесла. От римского, беглого, дезертира солдата. То есть одно на другое наставили. От иноземца, но иноземца тоже бывает хорошее. От римлянина, а Риму где-то было. Это уж ее такая женщина нехорошая. Да мало того, от воина, который нас победили. Это совсем нехорошее. Да нет, просто воин, а дезертир, который никогда не одобрялся ни в одной армии. То есть все самое отвратительное собрали, чтобы прилепить к ней. А отсюда, что с него спрашивать, от кого? Какой его род? А тут сын благословенного, за которого выдавал слово благословенное. Я почему не сказал, не ты ли, а ты и Бога? А запретно? Тема запретна. Не произноси имя Господа Бога в суе. Это мы приметли. Господь, Иисусе Христе, Сыне Божьем. У них этого не было. Даже евреи сегодня пишут Бог, они не пишут Бог, а пишут Б, черточка и Г. Это вроде уже не Бог, но игра. А теперь живые действия начали разбирать. Как это пережило? Живо означает оно, это слово было живо вчера, позавчера. Мы живем в той стране, где вся страна была превращена в Синедрион. Ты почитай, Хипелак Булак Солженицын, а он берет дела, которые были известны. У него живых свидетелей более трехсот было. Глухонимой работает в колхозе. Еще он знает, глухонимой-то. Глухонимой, ни с кем не разговаривает. Ему сказали, статую там Ленина перенести куда-то в другое место. Он не знает, как берет в руку, она выскальзывает. Он взял ремень, накинул на голову, на спину и понес. Ему сказано донести. Он донес до туда, кто-то видел, доложили. Петлей на шее Ленина, всего 10 лет. Его судят, он не знает за что. Арестовали людей. Посадили в теплушку скотную. Посчитали, 58 человек. Везут. 57. Говорят, да сколько было? 58 написано. А что ж теперь делать будем? Кто-то удрал дорогу-то. Они не знают. И смотрят. Подожди, потише маленько. Машинист, сейчас потише. А там, около города Кызылов, Туве. Какой-то Тувинец выгнал корову в постель. Два солдата подскочили, его под руки схватили. Он не знает, что говорит. И вот балкан, натащили. Все, теперь у нас 58. Его судят, он не может ни одно слово по-русски. Он не может фамилию назвать. Но срок ему припечатали. 10 лет. За вредительство. Какое вредительство? Какое именно то, что он родился в этой стране. В нашей хорошей Раше. Ее зовут-то сегодня. Раша по-английски. Это означает, говорит, бараша. Вонючая. Еще там больше в ней нету. Так это не день, не два, не 66 человек. Не 666. А 60 миллионов загнали туда. Тройка. Ты говорил. Да я не говорил этого. Говорил, слышали. И пишет не кто-то. Прокурор Алтайского края. Гущин, Иван. Прокурор Алтайского края. Это пишет в 80-е годах. Маленькая книжечка. Она у меня где-то была. Девчонку судят. Где-то о голове стальменки. Забрали всех на фронт. А работа это на быках. Лошадей все конфисковали. На быках. Она девчонка кричит. Они не отобавы говорят. Они привыкли к матеркам. А ты, но, но. Боря вперед. Миша вперед. Никто не идет. И она, давай как загибать натрия. А бабы услышали. 2-го это было августа. День пророка Ильи. Ты так ругаешься, Настенька. Смотри. Бог тебя накажет. Она говорит. Кто заставляет нас работать с Сталином. Вот и нет. Пусть его Бог накажет. А девчонке там 15 лет. Доложили. Кто-то донес. Она приходит домой огурцы поливать. Приходит. Я огурцы не полила. Там другие огурцы растут. Ее в район Шарчина там мамонтова допрашивает. Говорила. Ну говорила я. Ну я ничего не делала. Ну бабу сказали, что ругать. Девчонка. Ее держат. Она теперь думает одна. Дома сестренки остались. Братишки. Она за старшую у них. Домой надо. Корова не дойна. Другая корова тебя дает будет. Что? Есть суд. К расстрелу. Ее на расстрел выводят. Она не поймет. Еще, еще. Пук? Нету. Так сколько вот таких пук-то было? Она кого? Сталина даже достала. Рукой. Она его портрет-то может не видала. Виновна. Вот она идет где. Вот она. Да. Приговорен к смерти. Улики достаточные для смерти. Достаточно. Его бьют. А ты с кем? Ни с кем не был. Как не было тебя видели? Где видели? Там ты и правда шла с вокзала и с кем-то. А кто это? А тут найдут кто. И вы говорили о том, как свергнуть советскую власть. Я советскую власть никогда не говорила. У нас знакомая Ксения Степановна. Авраменко. Она работает проводницей. На нее данность донесли. Ее арестовали. Она девушка. Не замуж ли? Ты почему так говорила? Она говорит, как говорила? Ну что, хорошо бы немцы дошили Барнаула. Я бы за немецкого офицера замуж вышла. Да какой? Я за узких не хочу выходить. А у них красивая форма. Да я не видел форму никогда. Да кто это мог сказать? Твоя подруга напарнился по вагону. Вызвали, так вагон упустила. Юлька, да ты говорила? Все. Ну говори, ты же говорила. Подписалась? Да, говорила. Ну какого офицера я ждала-то? Какого немецкого офицера? Ты что говоришь-то? Говорила. Десять лет. И теперь на Римске там куда отослали. И она там. Да ладно, умела что-то делать. Такое ей там премию давали. Премия для этих вот. Лук растет, когда два перышка. Она с зубами осталась. Десять лет от звонка до звонка. Но там она встретилась с пятидесятницами. Стала верующей пятидесятницей. А у нас она пришла к нам на дом, похорила. Стала православной. Знаешь? Ты говорила, хорошо, я знаю, что она была виновна. Никто не спрашивает, виновен. Это то есть живое действие, слово это действие. Не надо удивляться, каяфа плохой. А что, чем лучше Сталина? Да у каяфы-то за каяфой числилось пять человек, а за этим-то пятьдесят пять миллионов. Подряд. И не кто-то, а племянник маршала, первая бомбежка, испугался. Его, говорит, схватили. Куда ты бежишь-то? А он не помнит, глаза задрал его. Ну, бомбер. Рисовали к расстрелу. Да ладно, дядя заступился. На передовую его. Так он теперь лез на минные поля и везде пока не погиб. С кем это не бывает? А у Израиля-то какой закон был? Фронт. Война. Всех мобилизовали. Так теперь, кто боится войны? Кто боится улет в сторону? Значит, еще не будет идти домой. Но отныне дом будет назвать дом Труслевого. Дом Разутова. Снять с них сапог и забросить. Все, все решения к нему на дому. И не будут приселить никто. Никто, никак. Так, а ты, кто женился меньше года? Руку подняли. Да и вот только свадьба была. Иди домой. Услаждай жену в течение года. Так фронт. Закон. Другой виноградник насадил, и виноград не вырос. Так иди домой, пока винограда первого покушаешь. Да ты не можешь быть. Может быть. Так это навоевать некому. Не тебе рассуждать. Бог дал закон. И вы знаете, как было? Выходит на фронт, один человек, известный в Писании, выиграл. Сколько? 32 тысячи. Посмотрел. 32 тысячи. Это три дивизии. Много вас. Вы победу одержите, скажете, Жуков, маршал победы. Так, теперь вот что. Оставь тех, которые будут достойны. А как оставить? А вот трусливых выезды выхотсеяли. А теперь к воде. Подведи их, кто как будет пить. Вот, которые склонятся вот так напиться из воды. Это негодные люди, которые ладонью вот так у нас. Как собака лакать. Вот это самые воины. И таких наберется всего 300 человек. Он говорит, вот это воины мои. А вы едите в обоз, ждите победу. Да какая же это война? Я сказал. А дальше вы знаете, что? Зашечь пакет, кувшины спрятать, разбить и кричать. Меч, Господи, гениона. С места не двигайте. Не только кричите. Это разве война? Война. А тем, кого они окружили, в это время покажется, что внутри стана враги. И они друг друга не вызывать будут и будут поражать мечами. И поле наполнится горами трупов. Считали? Слово Божье живо и действенно. Оно заговорило с нами. А теперь перейди к себе. Это я говорю от того, что читал. А вот если его я не считал. Меня судили. Не раз обвиняли. И как? Точно так же. А я слышал. Он говорил. Меня начальник вызвал. РОД называется. Режимно-оперативный работник. Так. Это ваша записка? Я посмотрел. Моя рука. Да. Я писал. Чтобы уверовали во Христа люди. И когда на прогулочной площадке были. Я там штукатурку. Я найду щелочку. Туда записки вставляю. Чтобы другие заключенные были верны. И вы говорите, что КПСС падет. Я говорю. Все временно. Видимо. А невидимо. Мы вас знаем здесь. Вы никогда не выйдете. Вражников фамилия. Подполковник. Я еще из тюрьмы не вышел. Он уже умер. Я говорю. Написано так. После всех победителей победит Христос. А у меня стихотворение. Воскресение Христово. Неизвергло Рим. Падет КПСС. В аккордах Рабдыги. Иудина колена. Христос воскрес. Воистину воскрес. Стихотворение моё там. В тюрьме написал. Я говорю. Так это в Библии написано. В Библии. Ну, наверное, так и будет. Я никак от него не ожидал. Ну, наверное, так и будет. Все. То есть. Мы разобрали. Как было. Что никуда не исчезло. Живы и действенные сегодня. А почему не отвечаете? Не отвечают. А что отвечать? И все равно не поверите. Если скажу, не поверите. Спрошу. Вы не ответите. Они не знают. Я ещё в КПЗ. Это предварительно. Пришли кандидаты наук. Кажется, четыре. Кандидаты наук. О, следователь. А я им отвечаю. Я сам уголовинок выучиваю. Как бы против себя-то не настроен. У меня одна статья, а другая статья не понравится. В два раза больше срок. Когда они всё закончили. У вас такое основание. У вас нельзя. Говорят. Я думаю, ты со мной бы на свободе встретился. Я бы тебе наложил за враньями. А тут я сижу. Ничего не нету. Поясок и тот сняли с меня. А мы живы и действенные. Можно было ответить? Да, но лучше не ответить. И Господь не отвечал. Видишь, маленькое слово. Ты увидишь, Господи, тогда было так и сейчас. И тогда были неверны и сейчас. Ещё нового нет. Мой путь похож на твой. Это ты так взял. Ты меня возлюбил. И дал мне радость испытать быть христианином. Быть верным тебе. Для меня нет больше радости на земле. Какое? Когда дети выучатся в институты. Дочь выдал замуж. Нет. И Иоанн говорит, нет больше радости, как слышат, что дети мои ходят в истине. Что они в православии, по сегодняшему сказать. Что они всё соблюдают. За всё Бога благодарят. Нет больше радости. А отсюда нет больше печали, когда слышат, что дети мои ходят не в истине. Ходил со мною в храм Божий. Разделяли искренние беседы. И он поднял на меня пяту свою. Лигнул меня, осёл, осолапый. Нет больше для меня печали, как слышат, что отсюда выбор-то один. Почему? Оно заговорило с нами по этому ходу. Это утром сегодня написал Марк. И написал для меня. Он как будто мою жизнь знает. Он отобразил её на бумаге. Вот тогда Слово Божие тебя оживляет. И ты рад. Такие медоносные уста произвлекли это. Марковы. Духа Святого. Христова. Медоносные. Вот оно как заговорило. А человек говорит, он не верит. О чём я говорил дальше? Оно ушло. А если бы вы приняли это как Слово Божие, о чём я дальше говорил? Да и буду ещё говорить. Пока вы не найдёте этих вредителей-то. Вы виновны все будете. Виновны. Как у одного, какого-то падиша, как угостили огурцы. А ему огурец понравился. Первый раз. И у него были огурцы, и он их спрятал куда-то в холодильник. Когда свой был. Проходит время. А нет огурцов. А когда? Вечером были. Вечером были. А утром нету. А сколько охранял? Шесть. Спороли, животы, проверить. Там, где огурцы. Спороли, ни у кого нету. Шесть человек. Спороли, животы, проверить в кишечнике. Это натурально. Почему? А человек никакой роли не играет. Ничего не стоит. А если вы верующий, а потом попутно нашлись огурцы. Оказывается, жена их переняла в другое место. Это история. Ты прочитал, нашёл до этого места. Господи, как вчера. Как будто утром сегодня было. Так же они верят. Так же пакости делают. И прячутся. Они сказали, это лжесвидетели. Пошли домой. А у каждого жена, может, была. И говорит, так ты как? На Иисуса сказал так. Так он же не говорил это. Ну вот сказал. Да как же ты жить-то будешь таким грузом теперь? Ну как? Он пошёл судить. А у жена пила-то три иудиянка. Я говорю, ночью много пострадало от него. Ночью от Иисуса арестованного. И она пострадала. Не делай больно этому праведнику. Что там было, не знаю. Потом напишут письма её. Что она написала. Ну всё это апоклик. А истина состоит в том, что Бог открыл. И момент наступил. Мы когда стали говорить, то у нас один в общине говорит. Ну сейчас что выступать-то? У меня работа хорошая. Антихрист придёт, он тебя тогда врежу ему. Я говорю, Алёша, что ты врежешь-то? Если ты сегодня под столом спрятался, закрыл от света глаза, то когда придёт Антихрист, уже резать легче, тебе и руки и ноги связаны. Ты сегодня говори так, чтобы Антихрист боялся. Андрею Кураеву вопрос задали, говорит, вот Антихрист в Москве. И сказали, Антихрист, что будешь делать? Ну я, говорит, подойду, поздоровься и скажу, рад познакомиться. Понятно? Да он тебе и руки не подаст. Это открыто всё говорится. А вот вы бы встретились. Да не встретимся, мы ему не нужны. Есть такой фильм «Шесть», называется «Шесть». Просто «Шесть». Когда христиан главы, и как казнят их голову, ставят на сверху там гильотина, и как они обращаются к Богу. «Шесть». Кто видел фильм «Шесть»? Вот у нас все видели, а другие нет. Засмотрите. «Шесть». Время Антихриста. Время Антихриста дано указание всех христиан главы, и обращать их казнить. Переживаний много будет. А вы все рядом где-то, прямо рядом. Вот и считай. Значит, с прошлого стиха. Опять предсвященник спросил и сказал ему, ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал, «Я». И вы узлите Сына Человеческого, сидящего одесную силу и грядущего на облаках небесных. Когда предсвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам свидетели? Вы слышали богокульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его по ламитам толкованием. Пересвященник снова спрашивает Иисуса не с тем, чтобы, познав истину, веровать, но чтобы иметь какой-либо приплог к осуждению. К словам, ты ли Христос, в скобочках, помазанный, Он присовознавляет Сын Благословенного. Ибо многие были помазанниками, но так как назывались всем именем и царей и пересвященники, но ни один из них не был Сын Бога, признан благословляемого и прославляемого. Посему-то и осуждение их будет тем большее, что они, и слышав это свидетельство, не уверовали. Ибо Он придет снова не без тела, но таким, что может быть видим и узнан распявшими Его. При этом архиерей исполнил обычай, разодрал одежду. Ибо когда случалось с иудеями какая-либо беда или скорбь, они раздирали одежды. В настоящем случае архиерей разодрал одежду свою в знак того, что Иисус будто бы произнес кулу на Бога. И таким образом произошло великое зло. Ну вот по этому принципу рассуждайте, что Слово Божие живо и действенно. И как одежду раздирают сегодня? А раз оно живо, значит, сегодня тоже это есть, только в другом варианте. И почему, кто было сколько лжесвидетелей, недостаточно, а этого присоцветителя я. А то только слово я, и сказал, геною. Понятно? Вот здесь, почему они так злуцепились за это слово? Понимаете, вопросы не задаете, а вопросы писали на поверхности. Ты или сын благословенного и проще. Получается, они провоцировали его на этот ответ? Вот представь себе, твоя жира хорошо шьет. К ней пришла подруга и заказала платье. Подруга из высокого общества, там где-то уже на суде или кто-то. И она уж перетерст селся, и как только что ей намечают там, где кусочком мыло, на одежды отмечают, а иголочкой закрепляют где-то. И иголочка тут держит газету, она делает и вставляет. Иголочка-то не иголочка такая, с ушком, которая иголочка. Она ее в газетку, чтобы не потерять-то, а та смотрит. А там изображен Каганович, и она воткнула прямо в глаз портрет. Она не видит, а та увидела. И сказала, донесли. Десять лет. Лет, не дней. Она уже не вернется оттуда, потому что она хотела не звернуть правительство Сталина. То, что на газетке воткнула. И этим она хотела, как покушение на представителей советской власти. Какое? Она глаза не видела. Это натурально. Но причина была, действительно, ты воткнула. Я не видел это дело. Но воткнула или не воткнула? Газета. На газетке, видишь, там видно, что ухольщик сделан. И все, собирайся. Дети сироты. Да не было такой власти. Никогда. Самая людоедская. И по сегодня еще КПРФ, Зюганов. И по сегодня продолжают выбирать. Люди голосуют. Священники прямо с Касмедры. В Москве, я знаю. И в России, и в Ишиме. Говорят, глазуйте за коммунистов. Это даже ни один людоед, ни один змей с семи главы этого не делает. Он наелся и это. А день и ночь пожирали, пожирали. А сколько? Согласно выкладок Менделеева и Дмитрия Ивановича. Нас должно быть 650 миллионов. А 150 нет. Полмиллиарда сожраем. Миллиарда. Это страна. Не одна в Европе. И они, продолжая всего портретом, выходят везде, не дознаются. Это вот он и все здесь. Ты же сын благословеного. Это война. Война не кончилась, она продолжается. А теперь перенести на житейское. Так это или не так сегодня? Так же любят неправду. Ну что интересно, вот это, в культ личности Сталина развечали. Ну правильно, показали, что это зло. Ну а дальше-то еще никак. То расстреляют, то они живые, живые. А им высокую пенсию платят по сегодняшний день. Расстрельщиков. Не от того не осудили. В Германии там всех подорез в переделку, переплавку. Альберт Штейр, он не был никаким таким военным. Просто у Гитлера было хитихо, строить как там, какие где-то. 20 лет. Остальные повесили. 20 лет. От звонка на звонка. Вернулся, воспоминания пишет. 20 лет. Здесь все коммунисты после перестройки на своих местах. Никого не судят. А у них заходят 10 лет, ни одного коммуниста к власти не допускают. 10 лет. А здесь опять те же Ерцин кто? Первый секретарь к власти. А Горбачев был коммунист? Ну конечно. Жена Раиса преподавала научный атеизм, коммунизм. То есть, ну рядом другие страны. В это же время. Ну вы посмотрите, как они делают. Да тут зараза, да зачем опять распустили? Сегодня мне скинули материал такой. И спрашивают один, говорит, а священник имеет ли право он так говорить? А выступает священник, патриархиями. Чтобы ввели закон коррупционеров, приговорят к расстрелу. Вораторий на расстрел убрать. Это Ерцин в Пакьянке подписал. В Китае, в Америке, везде расстрел есть. А в Советском Союзе нету. Кормят их пожизненно. Вот он один, убил 58 человек. Задушил. Чикатило, допустим, сегодняшнее. Еще посадили, все. А пол срока пройдет. Но он пожизненно. Ну, остановили 20 лет. Может подать опомилование. Но выносит это решение без учета мнения убитых. Вы их спросите, они согласны с этим? Ну, вот сейчас газете напечатали. Где-то 14 лет было, девчонки. А напал на нее один и изнасиловал. Ну, и теперь деньги большие тому дал, к другому. В суд идет условно 5 лет. Условно, дома. Ничего больше нету. Но он, отец у них спецназовец. В Афганистане был. Он в интернете нашел, как делают ножи. А не тяжелые ножи, метательные. Ножом где-то. И дома, чтобы не пошел покупать. Чтобы подозрения не вызвать. Сделал 5 ножей. Вооружился и пошел в зал судака на последний суд. Ну, стоит далеко. А он тренировался. Дома, говорит, на 20 метров тыкву разрубал. Нож тяжелый где-то. Ну, и когда суд табылся, я сказал, вот такое дело, учитывая то-то обстоятельства, что там, ну, разные обстоятельства. Там родственники большие деньги заплатили. А у вас тут охранники рядом. Как только сказали, 5 лет условно. Он где сидел, в зале суда, он соскочил сразу. Первый нож метнул точно в сердце. Второй в сердце, а третий в горло. Все три смертельные. Милиция, ты кинулась в полицию. Я говорю, дамся в выкину. Кто мне, говорит, еще бровно жаль здесь. И суд заново решал. Суд заседателя мужика оправдал. И суббикатали. А ты, говорит, вырасти этот цветок. А другой, говорит, его задушить и проще. То как? Моя дочка, говорит, она три раза суицид уже был. И с петли вытаскивали. А она жить не хочет. А вы ему условно. Он сразу замерз, порухнул. Дескать, это не на пенсии спецназ. Думали, что еще нету. Но мы не можем этого делать. Но если так восхищенно. Отзывы у всех восхищены. Вот наконец-то нашелся человек. Навел правосудие. Да с такой скоростью метал, говорит, на метнуть нож, уходил две секунды. Чтобы метнул, схватил, и вторая секунда, и уже второй нож летит. И третий. Насквозь пробил. Даже верующий считает, и то сказать, неправильно сделал, я не могу. И вот священник выступает, я его сегодня прослушал, утром. И он говорит об этом. Если во всех странах за это судят, почему у нас-то с ним смертной казни нету? Он опять выходит. Почему коммунционеров-то не судят-то, которые продают все, продажное? Вот заплати ему. Начальство пришло, но мне надо, мне прямо необходимо, надо там поехать. Он не дает, пока деньги не дашь. Деньги дал, дверь открыта. В Китае смертная казнь. Коррупционеры. И показывает в Китае, он брал деньги, кто-то пришел. Но мне надо вот получить землю, у меня трактора есть, я буду обрабатывать землю. Деньги дай. Взятые. Полтора миллиона. Узнали, он министр, министр. И выводят его на расстрел на стадион, и он плачет, стоит. А там, на трибунах сидит его жена, руки сложенные, смотрит. Его выводят, а у него слезы текут. Он не ожидал никак это. Вывели его. В затылок падает. Все. А родственникам присылает чек заплатить за пулю. Сколько пуля стоит. А если у него родственника нету, его оставляют жить, трудную работу делать там же, где он в тюрьме, делать, чтобы заработал на пулю. Как заработал, так и расстреляли. И все это по телевидению. Присутствие людей в глубокости показывает, там, кажется, полмиллиона людей сидит. Все видят эти наркоторговцы. Девушки, молодые участники, вывели. Они склонились. Подряд, вряд, сразу 50 человек. Все, всех сразу расстреляли за ноги. Забирайте. Родственники. И там этого нет, что у нас. Вот из Барнаула двое ездили велосипедисты. И у них интервью брали, спрашивают. Что больше всего в Китае вам не понравилось? Они говорят, все понравилось. А что больше всего понравилось? А то, что везде можно ночевать, велосипед оставить, и ты через месяц придешь на остановке. Полный мешок золота, и никто не тронит. Два миллиарда их сегодня насчитывает. И держит такую власть. А мы потеряйки не можем найти. Потеряйки не можем найти. Кто эту мерзость сделал у нас? Кто нам такой пакет сделал? Проспаленные наши на первом мостике жгли сваи. И он большой блок, и в нем отверстие. И сидел бы человек туда засовывал. Сидел. Это дело человеку, которому делать больше нечего. Посторонний сюда не придет. Зачем он придет? Кому это нужно? Даже думать не надо. А свои подрастающие поколения, будущие жители, ненавидящие добро никогда не спасется. А почему? Он говорит, Дух Святой строго взыскивает. Хулящий Духа Святого. А что такое? Объяснение одно. Ненависть к добру. В конечном счете. Он насилил больного, а не князя Бесовского. Я знаю даже какие слова говорят. Я там сгораю буквально все. Проезд, чтобы был. Воду сохранить, рыбу поднять. Дорогу вот завтра вегет придет. Потом сейчас заказать надо щебенку. Там почти 230 тысяч надо опять готовить. Где? И все время бурчат недовольные. Их нет ни на занятиях, нигде этих людей. Ваши жители. И вот говорят, а вы предвзяты. Ничуть не бывало. На днях мы только начали возить. И с человеком так недовольны всегда. А я издалека вижу, как у него лицо меняется. Он быстро начинает шуткой говорить. Я спрашиваю. Что он говорил-то там? Володя говорит. Он сказал, вы подвинулись сюда, а я проехать. Я тут везу груз, и проехать не могу. Вы предупредили. Я говорю, дело в том, что он прав. Для меня родственников нету, как ко мне. Он прав. Мы не могли предупредить, нам некогда было. Ну и потихоньку, потихоньку проехался. Он прав. А мы не правы. Валили дерево, сделали, не сделали, где не предупредили, замкнуло. И он опять выскочил. Он, знаешь, как это? Я все расследовал. И говорю, это человек, который мне враждебный. Он прав. Он прав, потому что внезапно вырубил, у кого-то компьютер мог сгореть, у кого-то, ну что-то такое. Лена, тебе понятно, о чем я говорю? Не важно, что он ко мне плохо относится, важно то, что по правде рассудить надо. И он оба случая столкнулись, это я уже увидел сам, и оба случая, правильно, он правильно поступил, правильные его требования были. И мы должны прислушаться, нам будет не вовред это. Правда превыше всего. Даже если бы Христос сказал, и не так, они по правде были. Сказали, ты так говорил, нет, я так не говорил. Они не сказали, тогда было и сегодня точно так же. А как? Они к нему не расположили, потом все на него валили. Ну, как тут чудеса, дело, людей уводят. Ремляне придут, за оружие никто не берется. И придут, погубят нас, ремляне. Это все сегодняшнее. В нашей потерянке. И когда будешь считать это, ты будешь понимать, слово Божие засверкало всеми алмазами. Оно точно так же. Правильное, неправильное осуждение. И ты здесь судья. Ты рассудить между двумя-тремя должен. По отношению к тебе, какое отношение? Я тут рассказываю, не знаю тех охотников, которые так выкопали, дерну, обложили, и здесь они сварили, и что не догорело, бросили туда, где не загорится. Я их не встречал, но пошел скорее тут проверять. Не сожрили наши доски просваленные. Ничего не тронули. Я даже стал представлять, как они говорили, смотри, эти баптисты-то, пруд восстанавливают где-то. Молодцы. Я даже представляю, как эти люди могут отзываться, когда они там ночевали. Ну, раз костерок был, похоже, ночевали. Палатку поставили, может быть. Ну, маленько, мозгой-то говорит, шевели, и ты увидишь. Сесть прямо. Двое рядом сразу наступают. Старые и малые. Пошли дальше. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок, первосвященника, и увидев Петра, греющегося и, смотревшись в него, сказал, и ты был с Иисусом, Назаревином. Но натрекся, сказав, не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор и забел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут, этот из них, он опять отрекся. Спустя немного стоявший тут опять стали говорить Петру, точно ты из них, ибо ты, галильянин, и наречие твое исходно. Он же начал клясться и божиться, не зная человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать. Толкование. Петух виноват. Покаяние и слезы опять возвратили Петра ко Христу. Петухи обыкновенно в один раз делают по несколько возгласов, потом засыпают, а после некоторого времени снова начинают пение. Но да, постыдятся новотеяне, не приемлющие согрешивших после крещения, покаяния и причащения святых таинств. Вот Петр, отрекшийся уже после причащения причистого тела и крови, снова был принят в апостольский лифт. Ибо падение святых для того и описывается, чтобы мы, когда по невнимательности своей падаем, взирали, например, их и спешили бы покаянием исправиться. Итак, Слово Божьей жизни где-то, даже везде. Чтобы падала вне двухтищелетней давности история, сегодняшняя, сегодня с нами заговорила. И тогда оно быстрее запоминается. И ты в этом будешь искать утешение, спасение, оправдание. Видите, как трудно приблизить то, что тогда было давно. Какие-то люди были, да, что ли, вот эти, но матьяне. Тут никакой нету аллегории, события реальные. Вот я спрашиваю, когда, никто не знает, кто из русских поэтов, не писателей, самые умные, по вашему мнению, начинают там у Мушкина всех переберите. По вашему, кто самый умный такой? Умный с позиции той, что слова его буквально везде встречаются и сегодня, об выражении, афоризм, как будто он сегодня сказал. Ну, я не знаю, мне поэт Нарцин нравится. Да, прекрасно. Но ты ни разу его не вспомнила, ни одной строчки не процитируешь. Ну да. Что смешно это? Ну, смешно. Потому что читал он. Значит, ты до конца знаешь. И применить его ты не можешь. Где-то, вот даже, к тому я говорю, найти ваших преступников, вот даже к ним у него было сказано. Не, ну, допустим, Крылов. О, постоянно его эти фразы там. Кот, Васька, вспомни, а он начинает его упрекать. А кот ест, он говорит, А Васька слушает, доест. А он слушает, доест. А там даже не слушает. А творит по-прежнему пахость. Пожирает чужой труд. У него куда не посмотри. Вороник где-то Бог послал кусочек сыра. Или кукушка и петух. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А вот Сергей Михалков басни читал? Неужели? Вот. Вот. Ну вот. Большего лицемера трудно найти среди советских писателей. Нет ни одного гонения, в котором Бог не участвовал. И Солженицына выгнать из страны, это он везде, везде. В данном случае Белла Ахмадулина сто очков пиво ему дает. Она везде голосовала за правду. А этот везде за неправду лишь бы не тронули. Написал гимн. Нас вырастил, Сталин, на верность, на роду, на труд и на подвиги нас вдохновил. Теперь, и Дим, второе слово, он же пишет. Он 103 года, кажется, жил. И ни одного слова про Сталину уже нет. У Никиты Михалков фильмы знает, это сын его. Так что надо смотреть, кто говорил и почему говорил. И какое выражение? Ах, и ребята, ворота на запор. Поймали волк, это они. Волк на псарне называется. И где какой они возьмут, у него такие афорезы, в народе самые распространенные. Пушкин его не процитирует, ничего, а что там они? Евгений Анягин, Полтавская битва, что там возьмешь? А здесь маленькие и понятные. и с вывода на себя. Вот. А тут нет причины никакой реалии. А Васька слушает, да и кота-то вместо того, чтобы взять до кота-то выпороть как следует-то. А он залез, скриньте сметану, сметает, и все. Ну и еще. Виноват петух, петуха в горшок. Пел-то два раза. А так Петр бы не переживал. А ты можешь в ролях просчитай, как говорила служанка ему, как, ну-ка, покажи примеры, какая же стекуляция могла быть, выражение лица. Ну, допустим, и смотревшись с него, сказал, и ты был с Иисусом на зарянии. Вот. Ну, натрешься, сказав, не знаю, не понимая. Ну, как он это могла сказать? Вот, допустим, ну, стояли, грелись у костра, там, скажут, слушай, и ты был с Иисусом на зарянии. Уже понятно. Он такой, не знаю, не понимает, что ты говоришь-то вообще? Ты просто должен в ролях это видеть, и тогда тебе каждый раз это будет всплывать где-то. когда доказывает о том, что Иисус есть истинный Мессия, в уношении грехи, фильм Искупления, Искупления-то, а который брат-то не верит, и будет он. Ну, и что из этого вытекает? Вот так. Вот это одна фраза только, но на многое говорит. Ну, просто такое, вот возьми, собачье сердце. Итак, мы постановили, там, домкомнат, так, подожди, я не понял, кто на ком стоит? Домкомнат, кто на ком стоит? Понятно? Одна фраза, и все фразы меняют. Вот смотрите, маленькие ребятишки сидят, вот они. Их ситуация, с прошлым веком, возьмем. Родители, допустим, погибают, или что-то случилось, отца забрали, там, барби, мать, мярла. Теперь, ближайший родственник у них не дядя, а крестный. Крестный берет и воспитывает, кормит и поет их. А они сами, они приходят. А если он женится, пасынок, то уставе написано было такое, когда священник читает молитву, пасынок вот этот, кладет в голову, а который его усыновляет, ногой становится ему на шею. Это означает полная покорность. Это прямо входило в канон. И он это замыкнет, он просил его, а значит он погибший. И он умрет от голода, а он его усыновляет. Если я умру, ты наследник будет всему имению. У них понятия сегодняшней детей, этого нет. Домой надо, дома нет. Отец валяется, мать в больнице лежит. Еще дальше. Они бы сегодня сказали, нам их кому нужны такие, а им ответ, вы здесь нужны, именно здесь. Нас вот отправляли, мы у дедушки жили, на Карпорке. Нас никто не спрашивал, так собирались, собрались, поехали. Я в пятом, в седьмом классе там учился. Я даже не знаю причину, почему нас туда отправили, но было хорошо. А это нет. Потеревки нуждаются в детях, да, прокормят, прокроят. А в школе-то там, к чему мы научились, вот вы приезжаете. С тобой только в прошлом году мало-мало разобрались, ты матерился в открытой, еще не могу сделать. Отец глухонемой, он матерится. У нас отец матерился, и никто не матерился, дети. А вот он глухонемой. У меня даже ролик поставлен, не старт материться. Было? Ага. А сейчас уже не слыша ни разу, нигде. Вы бы сейчас подошли, у нас учитель Населена Анатольевна, Игорь Александрович, и сказал, возьмите нас в школу здесь, мы будем учиться. Вы не в тягостном. У вас это, я вам говорю, домой надо, уже вижу, какое лицо, просить недовольное. Чему ты научилась-то? В такой обстановке, как вы дома, трудно очень учиться, тем более, там двое ребятишек остается, не с кому. Какое хозяйство-то? И уже сегодня подошли, вы сегодня прямо, внутренно, а ты отсюда вырваться, мать подходила, и сама через галю загуляешь, но как можно дольше, чтобы они здесь были. Дома заделать не сейчас. И ты это как будто не понимаешь. Отец пьяный, кого домой приводит? С кем гуляет-то? Или разницы никакого уже нет? А нам отец все рассказывает. Еще дальше делать. А дальше молиться и просить. Попроситесь. Решите, скажите, вот этот год мы учимся здесь. Дома там у вас свои, я хватит без нас. Нет, домой там плохо, ничего нет. А все равно туда ловится. И она слышит сейчас, а ничего не понимает. Вот когда, бывают какие-то жуки, вот у меня на голове эти жуки какие-то появляются, вот тарелка стоит, она умывает под ней, мокру убирают, черные жуки. Я их оттуда выгребаю и на колокольню с этой сбрасываю. Проходит время за ножом опять. Это самое их питание, питательная среда. Но нельзя так, под этой тарелкой, мокрой, нехорошо. Ты избери, что лучше. Из церковь рядом. Во всех отношениях здесь хорошо. А домашних, тут уже молиться. Многому-многому научитесь. Почему потеряевские дети отмечаются, что образование у них как бы метод преподавания или что, потому что мало, больше внимания. Ты никакому хулиганцу тут не научишься. Вот конкретно, сейчас, сегодня. Избери лучше. Зачем тебе умирать? Бог предложил жизнь и смерть, огонь и Бог, благословение и проклятие. Он слышит, а я хочу туда. А ты должен переводить сюда. Вот представьте, один юный, вот такого мальчишку, мать послала, жить не на что, осла продает. И он вышел, осла продает на базаре, подходит один, здорово, ты сейчас стоишь. А да вот осла продают. Осел там вроде хороший. Он хороший дядя, но он прямо у нас такой. Он как, если сзади подойти, он может зигнуть. Он говорит, да такой продавец-то разве продаст? Но увидел, что он честно все рассказывает-то. А кто ты по национальности? Он говорит, евреям, говорит, и я еврей. А это Епифаний, будущий святой. Епифаний. И он тогда пошел, не женился, а усыновил его. И воспитал, и Епифаний. Получится Кирский. Вот как. Он увидел, что это хорошее в душе у него. Он открыт, и все, они видят, и только сбагрить. Ой, хороший такой осел. Его можно наить три литра молока за год на бар. Как один ученик подошел, дед подает корову, там какие-то слова говорили, да корову бывает дебать деды, рогом. Он говорит, и так продаешь. Дед, давно тут, второй день его вожу. Он говорит, давай, корова такой породы, не выдаешь заднюю, станет рукою, покупатель с тугим кошельком, а который принадлежит, такая корова мне самому нужна. И повел ее домой. Рекламу надо дать. Я вам рекламу даю, материалскую. Насколько здесь лучше. Смотри, чтобы не крохнулся человек. Так что, помолитесь, и попроситесь сами, чтобы у вас будет хорошо все. Три учителя, все верующие. Нас направляли, мы учились, когда его деда, и много мы учились, дед молился всегда. Что-то, может, мы и не так делали. Глава 15. Первый стих. Немедленно поутру пресвященники со старичными книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отрели и предали Пилату. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ, ты говоришь. И пресвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. И на всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Барава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Ибо знал, что пересвященники предали его из зависти. Но пересвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Бараву. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Толкование. Иудеи предали Господа римлянам, зато и сами преданы были от Господа в руки римлян. Иисус 3 глава, 11 стих, это Псалом. Слова «ты говоришь» можно понимать так. Правду «ты говоришь», «ты сам высказал», кто «я». А можно понимать и так. «Я не говорю этого, а ты говоришь». Но быв спрошен в другой раз, Христос ничего не отвечал и тем привел Пилата в удивление. Ибо Пилат удивился, что он, будучи, сведучи в законе и красновечив, и имея возможность одним ответом не спровергнуть возводимые на него кривиты, ничего не говорил, а напротив смиренно терпел обвинения. Замечив кровожадность иудеев и умеренность Пилата, хотя и он достоин осуждения, потому что не с твердостью стоял за праведником. Ибо те кричали «распни его!» А он, хотя слабо, однако, пытался освободить Иисуса от осуждения. Ударять ременным мечом, дабы видно было, что они приняли его как осужденного уже на судилище. Ибо он хотел сделать угодное народу, то есть сделать угодное, приятное для народа, а не то, что угодно на Богу. Обрисуйте кричевали, как кричевали, почему. Когда посорился Араваам сын Соломона, народ просил послабления, большие налоги были при Соломоне. Он посоветовался со стариками. Старые люди говорят, это первое время правления, то есть сделай послабление, ну и сдай там подешевле, масло, налога, ЖКХ там как-то, ну нельзя так, забирает всю, пенсии, ничего нет, у кого нет, платить, выселяет, насильно сейчас, насильно, взламывает дверь, спиливает и забирает человека. Внимание, слушайте, мимо все проходит. Если тогда было так, так, то сегодня как по-другому? Могло быть или не могло? Вот просто прикинуть, допрашивать, а он говорит Раваам, отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Как наказывать скорпионами? Вы считали? Ну вы считали, а вопрос почему не ставить это? Раваам далее написано скудоумные Раваам наказывать буду я вас еще строже отца моего скорпионами. Как это? Это означает бичи, а на конце привязаны капудочки, загнутые стальные крючки. Ими были, селые куски отрывали мясо. Если отец просто бичом он бичом хрестнее, ну как бичом как у стекла бича вчера хрестал кучу песка. А это скорпионами наказывают. То есть вот такие бичи с железными крючками на концах. Это уже не вытерпишь. Это не то, что ворщаловый странник он терпел, а они друг друга пороли. Это яма на убийство вести только. Интересно, вот, считаю про одного оба преступные группировки. И одна другая убивает и уничтожает. И его захватили все это темно. Дом подбежает, сигнал дает, дверь отворяется, а они уже перелезли через забор и вот там ждут. А он едет там со своей фотомоделью. Ну и все, и она на воду тоже под нож. И он сразу его вывозит. Вывозят они его и стреляют, стреляют и до смерти. Обливают бензином и он горит. А вот в сознании и только ему не дрогнуть. Ну они веют, он горит, ноги горят, он у него все горит. И они на машину и уехали. И он в это время потушил на себе, отполз и сумел выбраться. А дальше начнется уже что он будет делать с ними. То есть когда человека пытают вот как Христос то явно дело что идут на смерть уже. Отломили, вырвали, вспороли. Ему уже надеяться не на что. Теперь только удержаться, только лишнего не сказать, только никого не выдать. А не то, что ты будешь говорить, выдавать, они прекратят, да и ничего они не прекратят, они тебя убьют. пишут разбит, группа советская какая-то идет и захватили одного немецкого солдата. Он идет на свист и песенки поет из госпиталя. Они в тылу врага. Поймали его, допрашивают где-то. И он по-русски то не знает еще, говорит камерады, я товарищ ваш, я помогал коммунистам, гептам. Ничего не понимают. И они вам рассказали все, им где часть стоит все. А они ему говорят, мы оставить их не можем, что будет. Он понимает, что уже все. И он, он не враг, но я призываю в армию, я не враг ваш. Все равно его убивают. Живых не оставлять. Сколько человек, вешний. И когда уже ты видишь явно, что тебя не просто пытают, а убивают, то более надо просить, чтобы было мужество. Они все ломают, жгут, втыкают железо, спарывают тебя. Вот так делали с христианами. Вот Севастяна доказывает, а где книги? Ну я не скажу, они нам нужны. Ну и начинает пытка. И какая пытка? Живем, живет, спарывает, пшеницу выступает, чтобы свиньи едят стоят из живого. Свиньи. В человеке. Как в кормушке. А других медом обмазывали, подвешивали, шерши, там, шлили, пчелы, кусают, висит день, висит два. Это муки, даже нельзя описать, какие муки терпят. Или на кол насаживают, через задний проход, намыленный, как кол. И он висит, и по тяжести тела, и наконец выходит вот сюда вот кол. Кол заостренный. Это Петр Первый казнил так, на кол насаживали. И он живой, и понимает, какие там мудренности, кто там, там разрывается кишечник, другое. Это форма казни. Тогда было вот так. То есть всегда это, сейчас иногда в интернете показывают, какие орудия пытки. Орудия пытки святых Екатерина Викобучин и Саварвара, как... И ты можешь быстро принимать к себе. То есть что, Марик укусил какой-то уже все затрепетал, сказали. Ты должен вынести это. Так и не вынесешь. Знание вынесешь. А христиане говорили, они как деревья. Почему? Благодать Божия. Благодать укрепляла. И ничего не могли сделать. Почему что молчишь? А уже веру казнили. Надежда полуживая, любовь мучает. Она говорит, а мы из-за одних книг учились. Вот это ответ. Мы из-за одного Евангелия учились. Мы другими быть не можем. А чего от них нужно было? Отличение. Принести жертву. Мясо даром. Рукой переложи. Они смеялись над ними. Агафьи мучает. Она говорит, дрова-то какие у вас плохие. жгут. У отца моего спросите он плодик. Он вам даст дров. Евдокима мучает. Одна сторона на сковороде горящая сгорела. Он говорит, поджарили одну сторону. Переверните на другую. Говорит, вы любите жареное. Они смеялись стали на месте. А как это может быть? Ну можешь не верить, но житя святых описывает. Подобное было. Представь себе, проглотил, пророх откид. Да у кита горлышко там маленькое. Ну и там есть бру валу, у которой большое горло. И три дня там у него там кислота. Сгорит человек. Вот как мыло будет. Еще подобное. Голову опутала. Тина говорит. И он это чудо? Да. Но представь, температура причине какая? Бросали которые их огонь попалил. А они ходят и даже волосы нигде не опаленные. И царь мухононосор смотрит и трое бросали, а там четвертый подобный сын в человечество уходит. Ну были же чудеса. Как Бог. И поэтому заранее надо настроиться. Выдержишь? Нет. Бросить с высоты страшно. Все страшно. А жизнь коротенькая, короткое время, а один шаг на той стороне. И вот считаешь это, Господи, как ты терпел все это. Так ты-то не за что, а мы-то за что-то. Ну вот ребятишки там что-то делали, и так я вижу там я на них огневался вот они я огневался но я отошел помолился и Бог простил меня. Вот вчера они вывалили я боялся что они там песок плывили. Никита ну почему ты так смотрел? Ну ты мог мне сказать я в бане уже был я бы вышел показал куда я на него огневался но я пришел домой помолился и Бог простил меня. А эти слова обернули свои Гангерштадтский это говорит задымил мою митру я огневался но помолился и Бог простил меня. Женщина ребенка не может унять он ревет мешает говорить я на нее так огневался на женщину но я помолился и Бог простил меня. Я говорю ты веришь да но я так же огневался но зашел скорее в комнату помолился и Бог простил меня. А что о себе так думать я не думаю он простил меня у меня на душе легко я осознался что я виноват они вывалили куда надо сделали как хозяев но мы вовремя успели траву всю вырвать лопатой скосить она на чистое место песок лег а свернуть дальше нельзя тут отвал если дальше упадет туда дальше озеро песку то лежат лег по хищнике я на них отневался все сейчас так у меня снова к вам вопрос поэтому здесь почти все а сходу ты знаешь что она не спасешь и мужа мы что делаем здесь я хотел спросить в прошлом году кто-то нас возил на озеро показать что мы делали сегодня никто не хочет нас сводить на на второй мостик где который мы шлюз сделали показать за нас молилась молилась за нас и мне хочется ей показать она прощается совсем так я второй мостик не проеду я сейчас до первого доехать почему не проехать ну потому что там грязь такая мы сами ездим конечно она такая лужа огромная ну ладно туда не надо заезжать доехать вот там у нас сидит а вот этот вездеход ну без уходи так у него есть трубы он хочет трубы привезти паскарик это разговор краснобая все пусть не хочет ничего нет 26 лет он не ставил и 26 лет еще не поставил это краснобай краснобай не царствовало хотя вот это сделайте для него трубу ставит какие там трубы когда лесной такая вода идет таких труб у нас и нет и существует трубы 3 надо поставить по полтора метра тогда может быть сейчас пока мягкая вода через трубы шла а потом когда будет паскарик теперь и все он не проедет он не проедет ему надо объезжать делали делали теперь бежать только я проеду у него есть возможность и все ему узко в первую очередь узко действительно узко никому не узко да узко я позвонил Сергея спросил он мне сказал узко а я все не пошел да ты найдешь 100 Сергея если тебе это надо когда он ждал приспичит ты скажет как раз подскочит но я сегодня пешта вот один смотрел нету техники такой шире нету техники в Советском Союзе в России это стандарт самый большой это не мои слова это Сергей сказал так я же вам сказал что я не был там я сказал вам что я не был там а он мне сказал так так я сегодня сходил посмотрел он сказал правильно Сергей что нет он неправильно сказал а зачем ты упоминаешь его ну вы меня спросили я вам ответил я там не был а Сергей сказал что узко смотри я же ему слова передал а сейчас я его за человек пять раз убал узкими будут зачем эти слова говорите смотри вот я отдаю деньги деньги надо зафиксировать чтобы не было как у барабаша деньги взял и говорит я не прав слушай барабаш едем дорогой я Сергею отдаю аппаратуру и говорю снимай все, посмотри лежит там цифра или нет она показана, работает или нет я надеюсь на него полностью а зря когда кончились запись просились, он говорит он прервался почему-то запись а потом ролик прервался на две части я еще внимание набрала, думаю это техника, соединить можно будет пришел записи такую важную деталь он не включил его я говорю, едем дорогу, я наказываю ты меня вез я говорю, Сергей, смотри, что буквы, цифры бежали бежали там, они все время, секунды показывают он ни разу не взглянул почему, главное, качество беспечных главная качество я его у матери не спрашивал когда путь поехал какое главное качество Сергея отрицательную беспечность то есть о последствиях совершенно не думай я подошел, и у Сергея что-то накладил ты же не записал только когда он прощается поручник-то ну это всего секунд 15 ты записал тут же ничего нет и нажал скорее я не нажимал я говорю, это обман второй а это она сама аппаратура не записала только что перед отъездом позавчера, кажется, это было ну а дальше еще говорить смотреть надо а я даю ему деньги он 100 тысяч берет отсчитал он своей рукой теперь я говорю теперь еще 20 там, 1 тысяча я ему отсчитываю а потом он говорит за отвоз теперь надо деньги ну и посчитали все, 153 тысячи и отдал отдал за то, что вот это дело а ему узко шире можно сделать но нужно защитить еще 1,5 миллиона чтобы шире сделать а ты ему, бля, не дал ни разу узкий теперь в радости, что сумели сделать который раз уже ну и к вам не обращаются за помощью туда-сюда проезжают вода идет она говорит, вода она так рассчитана, чтобы была в воде а вода протекала сама собой такой замысел был а теперь так поднимаем мы все зафиксировали еще на полметра вода весной должна подняться и тогда большую рыбу можно выросить а почему бы асфальт не сделали вот здесь я бы асфальт тут сделал а барабаш бы с железными колесами повез бы эту отраву на поле и вообще с асфальтом сделал плитку ну ты помнишь, когда пошли и дальше развалилась вся наша трасса пополам какую технику заволок-то сюда выложил все это во-первых, не делайте сами и синить не умеете сделанные два ваших качества роковые а когда я раньше сказал делать дорогу здесь а зачем мы через кладбище едем? я говорю, да зачем вам через кладбище? прямо на кладбище туда вам дорогу сделали, сейчас ездят а тут проехать вообще нельзя было колея наполненная были которые против мы что могли сделали кто может лучше, пусть сделает вот сейчас завтра стоит песок растянем сверху гравию давай кто привезет сюда гравию? щебень кто? заказывайте, привозите требуется примерно 12 машин сегодня мне сказали туда 750 750 умножайте теперь что получится? я в прошлый раз завез вот этот который лежит в щели 232 тысячи сразу положил на стол при тебе все, отсчитали бумажку так еще наполовину обманут и все привезут я согласен но лучшей пока нету нету у меня такое мнение было в другой раз этот бульдозерист движение делает потом второе разворачивается три раза там можно только заехать и сразу как будто часы нагоняет ему за часы платят ну прямо я не знаю как я прямо огневался но помолился и Бог просил меня потому что он внезапно начал делать как я говорю он пень пень около бани не может он у него давит он трясется и под баней все трясется посмотри какие корни корни вот такие вот и все опутано я говорю ну не пойдет ты сюда заведи трактор ты давай отсюда и начинай подрывать его подрывать когда стоит большое дерево специальный трактор как Беларусь ходит вокруг у него один нож что такое загнутый и он все ближе и ближе к дереву пашет вот так вот и обрывает корни а там остается только один теперь он бульдозер его кверху а он его давит никак он тогда вокруг поехал а вокруг его ехать это ну не меньше минут двадцать он вот так вот пилит и оттуда давай давить я говорю не свалить его тем более ты давишь и стоишь на корнях на этих а порой это как его только поднимать никак и он потратил на это часа два ясное дело что я вижу он делает еду я говорю ладно вот тут небольшой пядь туда откатил я говорю потом надо будет туда я сказал когда все уберешь а он все бросил и погнался за этим пнем это столько время отнимает я думаю вижу что как будто он специально часы накручивает а сказать нельзя техника старая и человек пожилой я не могу больше все я молчу и он начал там подрывать обрывать корни и наконец его свалил побежали к Игорю за цепью огромная цепь ты видел порвали цепь порвали он его вывернул когда уже надо все и тащить но корня два было и мы не могли никак первый раз засыпили оторвали там молодой который пенек был а другой засыпили он дернул и порвал цепь твою заварить надо да нет там болт порванный был там не сама цепь порвана нет да мы вот что могли делали но я обрел помолился и Бог простил меня все равно в душе мы остались по-хорошему сделал он много и слава Христу и помолился вопрос мы провожаем сейчас двоих с Катеринбурга расскажи Владимиру немного о себе за что тебя там они притесняют он с кем работаешь что он расскажет ну работаю учителем своя школа у меня авторская мама так сказать ну вот случилось такое в этом году событие ну я иду в помещение в общепозывательной школе тридцать лет тридцать один год будет уже в этом году как занимаюсь я своими учениками своя у меня программа рядом чтобы слышно вот несколько направлений ребятишки у меня пять-шесть лет самые маленькие ну и до семнадцати лет примерно вот так такой разброс ну вот в этом году ну примерно как и Игнатий Тихинович получилось то еще так значит в школе в общеобразовательной там был класс я отремонтировал класс администрация предоставила это помещение для того чтобы мы занимались ну и из учеников у меня были маленькие девчонки двое ну и вот собственно подарил им Евангелие вот это красное которое на богоисте раздается ну и молитва слова православные ну конечно приходят в основном невежащие приходится рассказывать им кое-что ну и когда в семью приходят там уже конечно все это как бы сходит на нет и вот один ну отец девочки посчитал что что-то тут ему не понравилось пошел он в храм православный и показал священнику это ваше молитвослов он говорит вот это да а вот это нет причем между священниками там в городе у нас идет такая ну скажем можно сказать такая неприязнь война там ну и так далее в общем они не дружат между собой можно так сказать ну и вот после этого после того что священник сказал что вот это не наше вот этот отец сразу пошел в прокуратуру побежал то есть ничего разбираться если походят православные со слов просто продавался в другом приходе вот ну я потом сказал отцу Николаю это приход где собственно я посещаю имени во имя Яна Кронштадтского ну он сказал да это не за книжки это говорит то что он у него точно всё так сказать хочет жить вот так то что я рассказывала она рассказывай в семье но это ему не понравилось а потом мне уже сказал знакомый что ему не понравилось что вот я рассказываю все это детям, о Боге. А он им не понравился. Вот из-за этого. И вот прокуратура звонит в школу, срочно нас оттуда выбрали. Все. То есть они не связывались, ничего. Не звонили даже. Ну, проверяла прокуратура, и Министерство юстиции меня даже проверяла год там. Проверка была на месяц, два месяца они по всем параметрам приходили, смотрели там все. Ну и все, не звонили. Управление образования звонит, управление образования директор школы, срочно мне выйдет. То есть месяц мне дали. Ну и вот, собственно, за месяц пришло сейчас вот и себя на дно. Приходится там преподавать. Вот такая получилась. Ну, во славу Божию, все делается так, что... А что вы никогда не сказали, что это? Какие направления? Направления естествознания. То есть авторская программа 30 лет уже. У нас есть также ресурсы на Ютубе, значит, сайт есть, ну и там в соцсетях можно посмотреть. Я ребятишкам давал взрослым, вот здесь давал наши координаты. Естествознание, потом ну, астрономия, космонавтика, космос, ну и еще информационная компетентная технология. начиная с 5-6 лет и вот кончая с 17. Вот такие три направления. Вот так вкратце, если... Ну, а если так, кому-то интересно, можно посмотреть, как там занятия проходят. С детьми, с маленькими, очень интересно работать. Вот я начал где-то, наверное, лет 20 тому назад. Ну, посчитал, что чем младше, тем ну, можно что-то поменять. Чем старше, уже поменять, уже невозможно. Вот поэтому вот самые маленькие, 5-6 лет. Так что вот, слава Богу, что Господь позволяет еще нам в другом формате, но существовать и трудиться. Вот так. Слава Богу, Богу Юг Анатолий И славнейшую без сравнения с Серафим, Без искрения Бога слопорочую, Сущую Бога, Родицу Тебе величаем. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, за это тихое мирное время, за эту возможность собираться, изучать Слово Твое, Господи, за то, что нас никто не гонит, за то, что нет войны. Господи, благодарим Тебя за это. И просим, пошли в нашу деревню, добрые жители и христиане, с детьми, благослови всех здесь жителей, школу сохрани, укрепи веру во всех, Господи. Благодарим Тебя за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует...